Город мой Киев, в тебя нельзя не влюбиться Мой город Киев, моя столица Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы покажем вам, как готовится традиционное карапалпакское блюдо джугаре-буртук По-русски я называю это галушками Но блюдо специфическое, потому что используется мука джугары Джугара произрастает в Средней Азии Также я читал, что произрастает в Африке, в Латинской Америке Может быть я это сделаю неправильно Потому что его готовят традиционно в карапалпаке Оттуда, откуда мы родом Это блюдо делается из муки джугары Которая произрастает у нас на родине Здесь, к сожалению, я этой муки не видел А так как в этом году был дома, соответственно привез ее с собой К нам приехала Люба И мы решили угостить ее Ее национальным блюдом Как оказалось, Люба его готовить не умеет Но хочет его отведать Мы не смогли отказать ей В этом большом удовольствии Постараемся порадовать ее вкусовым ощущениям Люба его дома раньше готовили, между прочим Готовили? Конечно, но джугара у нас это на первом месте Но Люба не умеет его готовить Она честно призналась Я говорит, умею хорошо кушать Правда, это у нее получается очень хорошо Поэтому мы попробуем его приготовить Итак, приступим Раньше Люба такие блюда поглощала в большом количестве Но после этого переехала в Украину В Украине джугары нет И Люба очень соскучилась Приехав к нам, она решила попробовать Соответствуют ли те вкусовые качества Которые она ощущала дома На те, что приготовлю я Я постараюсь оправдать ее надежды Люба, жди Так, так наши ингредиенты Мука джугары Предварительно мы отварили бульон Бульон составляющий у нас курица Так как жирной говядины у нас нет Мы использовали курицу И сварили стандартный бульон Курица, морковка, картошка и лук Также мы используем подсолнечное рафинированное масло И муку пшеничную Мы насыпаем нашу муку В чашечку для замешивания Берем кипяток Значит мы заливаем кипяток И начинаем непрерывное помешивание Тесто получается заварное Оно заваривается А соль не надо? Нет, соли сюда не надо Соль у нас будет в бульоне Сюда соль не кладут Мы хорошенечко промешиваем ложкой Так как тесто у нас получается горячее Руками его трогать небезопасно Можно получить ожог Поэтому мы его вначале мешаем ложечкой А потом В процессе добавления пшеничной муки Придется мешать все равно руками Вот так как он горячий Теперь мы добавляем сюда пшеничную муку Все это я делаю на глаз Тесто должно быть замешано вкрутую Поэтому определить дозировку Я не могу Как оно должно выглядеть Я тысячу раз так делал Юра, а кто тебя научил? А научила меня Научила меня Одна женщина Я конечно называл ее бабушкой Так как мои бабушки умерли рано Я называл ее бабушкой Она жила на противоположной стороне улицы Звали ее Айткуляпа Соответственно Она готовила очень вкусно Я старался запомнить А так как в Средней Азии Мужчины готовят все И ничего зазорного в этом нет Что ты чему-то учишься Наоборот мужчина вкуснее готовит У нас мужчины готовят все Особенно если какое-то мероприятие большое А праздники собираются всегда Многотысячные Если это свадьба Или поминки То народ собирается В очень большом количестве Соответственно Готовят на этих мероприятиях В основном мужчины Женщины занимаются Приготовлением баурсаков А все остальное Начиная от чистки моркови Для плова И заканчивая приготовлением Самого плова Это все делают мужчины Собираются ребята Молодые вечером Специально для этого Проходит Мальчик Который говорит Что сегодня Вечером Всех приглашаю Помочь В чистке моркови Картошки Овощей И детвора Ну как детвора Уже подростки Подростки Собираются И все идут Со своими ножами В тот дом Где на следующий день Или через день Будет торжественное мероприятие Соответственно Все ребята Собираются В большой комнате Им выдают Необходимое количество Ингредиентов В виде моркови И всего остального И они приступают К чистке Так же и я А это блюдо Оно массово Готовится очень редко Так как Очень хропотливое В изготовлении Если делают Для большого количества Людей То это Бешпармак Я не видел На каких-то Больших мероприятиях Где больше 100 человек Чтобы готовили Жигуре-гуртук А бешпармак Да, его делают В большом количестве На мероприятии Поэтому Это такое Частное удовольствие Которое готовится Для узкого Круга Излюбленной Компании Назовем это так Вот Когда она это делала Я соответственно Запоминал Каким образом Делается Это тесто Ну соответственно В юном мозгу Не все отложилось Думалось то не об этом И потом Спустя время Когда уже Переехали сюда А так как Муки здесь Такой нет Я попросил Ее привезти Мама приезжает Каждый год Соответственно Она привозит С собой Несколько килограмм Этой муки А мама живет У меня Да Мама живет У меня в Узбекистане Климат Ей не подходит Соответственно Она живет Там Ну мы Видимся Я вот Климат Питера Климат Санкт-Петербурга Ей не подходит Люба меня тут Стоит Активно Поправляет Люба молодец Люба тоже Спец в этих Видеосъемках А я нет Я не работаю На публику Я работаю На живу Специально Для вас Это специально Специально По просьбе Любы Для меня Конечно Это очень Нелицеприятное Действие Но однако Что делать Чем не пожертвуешь Ради Любы Люба Она такой Человек Очень оптимистичный Заводной И склонит К нехорошему Любого Но так как Это не совсем Так как Это не совсем Нехорошее Я поправляю Люба Это не совсем Нехорошее То соответственно Я согласился Деваться мне некуда Вот Я готовлю Для нее Этот же Гуртук Когда мы общались По скайпу С сестрами Любы С тетей Томой И тетей Светой Они были крайне Удивлены Что у меня Есть эта мука И тоже пожелали Попробовать Это блюдо Так как Соответственно Тоже давно Его не ели А те Кто его попробовал Хоть раз Это как сникерс Попробовал Раз Ем и сейчас Вот То же самое здесь Я не могу Конечно Его сильно восхвалять Это на любителя Но честно Мне нравится Я вообще люблю Все мучное Все что связано С мукой Скорее всего Это менталитет Который нам Привили с детства Мы общались Дворами Улицами Это не так Как сейчас Дети сидят У компьютеров И ничего не видят Мы дружили дворами Бегали Улицами И соответственно Кому первым Побежали на обед У того и обедаем Так и ели Так и пробовали Все эту вкуснятину Так как большое количество Этой муки Мешу 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 Показываю Показываю вам Это тесто Я опять же Работать не могу Поэтому из второй части Я сделаю Еще две части И уже Из третьей части Я буду Делать Нелицеприятную колбаску Колбаска у меня Такая получается Ну ты знаешь В Грузии И вот на Кипре Мы были на Кипре И там делают Такие колбаски С орехами Очень вкусные Они Не с такой же шмукой Не с муки Вообще не с муки Они нанизывают Орехи на ниточку А потом Опускают Эти ниточки В виноградную патоку Как чушхела Да Они делают Эту чушхелу Вот Теперь Я беру Масло И наливаю Немножечко масла Для работы В чашечку В которой у меня Сначала была мука Так как я лентяй Большой Соответственно Я не люблю Ни посуду мыть А готовить Я люблю Для меня Готовить мне приносит удовольствие Но все что после меня Остается У меня сестра Говорит Лучше бы ты не готовил Однако Все что я готовлю Она любит есть Поэтому Это у нас Происходит Периодически Итак Всем видно Я беру Кусочек теста Ближе я не могу Так Ну попробуем Беру кусочек теста И начинаю формировать лепешечку Все Эту лепешечку Я кладу на блюдо Беру следующий кусочек И то же самое Толщину покажи Какой-то Толщина здесь Непринципиально Вот они Получаются Они получаются Такие Ни тоненькие Ни толстенькие Ну Такие вот Пластики Кругленькие Вот я беру Опять так же Раз руками Люба пытается мне помочь Ну как я это называю Переводить тесто Ну что-то Посмотри Вот это не мутно Во-первых Она не смазала Пальцы маслом Я понял А в каждую Лепешечка При изготовлении Она питает Это масло С себя Что потом Четко отражается На вкусовых Качествах Наших Лепешечек Так называемых Галушек Из каракалпакской муки В 2014 году Мы с Любой Ездили в Польшу Посетили Несметное количество Городов Целых три И один из этих городов Назывался Болеславец В принципе Он и был Целью нашей поездки В этом Маленьком Городочке Есть фабрика По производству Глиняные фасуды Называется она Мануфактура Болеславец На этом заводе Мы прошли с ней Мастер-класс По изготовлению Этой посуды У нас была Предварительно Большая экскурсия По этому заводу Где мы увидели Все этапы производства Начиная от Производства глины До Росписи У меня есть видео По готовой посуде Смотрите видео У Любы есть видео Она выложила Остатки роскоши А вот эту тарелочку Кстати Я расписывал сам Вручную Сидел И расписывал ее сам Вот так вот Здесь снизу Есть даже надпись Замечательная Но Так как здесь масло Переворачивать Я ее сейчас не буду Я конечно могу Но не буду И вот эта вся посуда То что мы показывали Это с города Болеславца Это все с Болеславства Да Вы не представляете Как мы ее Перли По другому Это не назовешь Конечно В нашем путешествии Всегда Отдельные Видимо Всегда есть казусы Мы с Любой Нашли друг друга Мы в этом с Любой Нашли друг друга Наши путешествия Они начинаются С приятного А заканчиваются С неприятного С неприятного Кто-то пришел В этой поездке У нас было Несколько курьезов Не знаю Люба рассказывала вам В своем видео Об этих курьезах Еще пока нет Или нет Отдельным видео? Конечно отдельным Как мы ездили в Болеславец Конечно Нам нахан Центр поставим Это мой будет Центр поставим Будет мой За окном Черемуха Колышется Распускает Лепестки Свои Завтра споешь За рулем За рекой Знакомый Голос Слышится Да Поют Вот кипяченый Бульон И мы начинаем Сюда быстро Быстро Забрасывать Наши лепешечки Так Вот наш Жигаре Гуртук Готов Сварен Теперь мы Сверху Варили Минут 15 Минут 15 Варили Сверху Мы кладем Запаренный Лук Жир Мы собрали Непосредственно С бульона Теперь мы Сверху Кладем Наш лук Вместе С жиром Чтобы наше Тесто Пропиталось Этим жиром Ровненько Мы его укладываем Наш лучок Конечно Это блюдо Не будут Любить Не понравиться Тем Кто не любит Лука Блюдо Специфическое Вкус у блюда Специфический Но нам нравится Специфический Специфический Теперь сверху Мы укладываем Морковку Нашу Куру Картошку Юра Обмельчить Не будем Размельчать Нет Я не буду Размельчать Потому что Каждый Себе Отломит Столько Сколько Он хочет Я не люблю Вот это Вот мельчение Вообще Да Нужно По идее Это все Нужно Его Мелко Резать Но я Этого Дела Не люблю Поэтому Все Вот наше Блюдо Готово Здесь У нас Бульон Запивать Это блюдо А может Заедать А может Закушивать Ну вот Я отмучился Каракалпакское Национальное Блюдо Жегурек Готово Кушайте На здоровье Приятного Этого Этого Продолжение следует...